Сергей, расскажите, что сейчас происходит, где мы, какое письмо вам поступило и что случилось? Нам поступило обращение от немецкой общины Молдавии. Они обратились к нам за помощью в разрешении проведения эксгумации тел захороненных. Здесь это тела немецких военнопленных, которые остались здесь после войны и похоронены. Здесь есть по историческим данным, есть и братские могилы, есть и одиночные могилы. Значит, это письмо за подписью правительства Республики Молдова, заверенное. Мы, естественно, отреагировали положительно, даем разрешение на проведение этих работ. Они обязуются после выполнения всех этих работ по эксгумации, они обязуются сдать кладбище в том состоянии, в котором оно было. То есть не оставят каких-то разрытий, не оставят ям, обязуются все восстановить. Какие работы разрешены и какие работы запрещены? Разрешены работы вне существующих захоронений. То есть у нас есть могильные плиты, возле них работы запрещены. Разрешены работы на открытых площадях, на площадках каких-то, на тропинках. Будут проводиться шурфы, то есть диагональные какие-то или поперечные разрытия с целью обнаружения останков захоронений. И в случае их обнаружения уже ведутся разрытия, ведутся раскопки в сторону от обнаружения этих кассей. Сколько будут длиться работы и кто будет следить за всем этим процессом? За процессом следим мы. Работы проводят, вот господин Руслан есть ответственный, вот немецкая община. Они проводят все работы, работы проводятся до тех пор, пока представляется такая возможность. То есть пока есть погодные условия, пока позволяет погода, так будем делать. Если я вас правильно понял, то есть с технической точки зрения, по документам это все легально? Это все абсолютно легально, у них есть разрешение, есть обращение, я еще раз повторяюсь, это все завизировано правительством. Это было братское захоронение? Это были останки, которые находили в одной кочке. И были останки, которые находили при захоронении этих гробокопателей, ставили их здесь. Нам показали, что вот здесь они лежат. То есть они их перезахоранивали сюда, каждый раз, когда где-то находили? Да, между могилами мы не будем использовать. В таких местах получается по диагонали. Да, по диагонали, да. Да, по диагонали, да. Да, по диагонали, да. По диагонали, да. По диагонали, да. Если найдем хоть одну целую моделу, уже будем иметь представление, как... Да, уже дальше идем в сторону, я понял. Ну там тоже, я смотрю, есть какая-то площадочка. Ну есть, ну там дорожка прям... Два-три недели назад... Там мало места. Ну хорошо, хорошо, когда вы приступаете? Сегодня, да? Хорошо. Есть наш представитель, который будет смотреть, как вы проводите работы. За всеми этими делами. Давайте идем ко мне, составим эти все документы. Или здесь? Здесь в полевых условиях. Полевых условиях. Что я понял, давайте сейчас практически все документы. Все договоренности. Преступайте ко мне. Да. Буна зиуа. Сент colaborтор al Serviciului German de Ренху Мари, Республика Луна Молдова, Романия. Ма намеск Руслан Волошин. Домна Волошин, unde не афлям? Что вы говорите? Что вы говорите? Что вы говорите? Что вы говорите? Мы находимся на Цемитире Еврея, в municipе Балт, в парчел, где он был в районе признание Германии, в резбории. В 2014 году в резбории были в парчел, где вы видите сумки, где вы видите сумки. Существа в 50% семантии. И теперь мы продолжаем сонтарь и оборужение, оборужение, оборужения и оборужение, оборужение. Что вы решили, что вы решили и что вы решили, что вы решили сцеплять в 2014? И что случилось с теми? Семиники были ренхуматы в Милитархе в Чишинэу. И сейчас, несколько лет назад, появились более конкретные информации которые стабилизают, что здесь был ренхумат, где были ренхуматы несколько миллионов и поэтому мы продолжаем. В 2014 мы не обеспечиваем эту информацию. В этом году мы проведали, только в регионе, где мы показали, что это был ренхумат. Так, в презенте, что не только здесь, но и в других местах? Да, это очень большая зона, но в конце концов, мы не можем сказать, что здесь был ренхумат. И вот здесь было ренхумат, в 1944 году, а здесь был ренхумат, а теперь все было ренхуматом. Теперь все было ренхуматом, с мормой логгии, сейчас все было ренхуматом, где мы позволим сондирование, мы сомневаемся и мы сомневаемся. Что мормите у вас было опустято? И как у вас было опустято? Они были опустято manual, в зоне, где вы видите, они опустят около 4-5 мормите индивидуале. В зоне, около 10-12 мормите, но это о том, что они были опустято из группировки, которые были воплотаны и они были воплотаны, в зоне. Но из группировки, да? Да, из группировки, да. В этом году вы получили информацию о том, что у вас есть какие-то сементы? Вы могли бы сказать, как они будут опустято? Потому что вы понимаете, что у вас есть и оформление, но вы понимаете, что у вас есть у трактора? Один у нас позволил терену, мы сделали сонтали с маленьким утилажем, но мы не опустим ничего, а здесь не опустим. А здесь, спастие, мы не позволим использовать этот утилаж, так как работа будет делать manual. Сонтали сонтали. Сонтали.